Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» приходят вопросы, очень актуальные в наше время. Я думаю, дорогие друзья, все, кто нас слушает или будет слушать, вы согласитесь, что это вопрос очень актуальный. Что такое печаль? Как с печалью бороться? Как от нее избавиться? Что делать, если печаль нахлынула, ничего не можешь сделать? И вот сугубо даже христианский вопрос. А как определить, твоя печаль угодно Богу или нет? Тем более, что в Священописании мы знаем из слов святого апостола Павла, из послания Каринкинам, что печаль по Богу рождает неизменное покаяние ко спасению. Вот как определить, твоя печаль по Богу или она душевредная? Что хочется сказать, дорогие друзья? Конечно, эта тема очень непростая, и, безусловно, она сейчас актуальна. В первую очередь, ваше внимание обращаю на то, что печаль и уныние – это отнюдь не какие-то базовые человеческие эмоции, как говорят современные грамотные психологи. Печаль и уныние – это страсти нашего поврежденного человеческого естества. Печаль и тоска, вот если попытаться дать определение этих душевных недугов, как писал преподобный Иоанн Лествичник, печаль и тоска – это потеря надежды на милосердие Божие. Именно от потери вот этой надежды, упования на Бога, в душе и зарождается печаль. Наш мудрый христианский народ во многих притчах, во многих пословицах, поговорках говорил, что чем больше скорбь, тем ближе Бог. То есть, если скорби, неприятности, болезни, искушения – это как раз признак того, что Бог в этот момент ближе всего к тебе. Потому что страждущий, сострадающий нам Господь, Он ближе к нам, когда мы испытываем какие-то неприятности. Но как понять, что твоя печаль по Богу? Твоя печаль по Богу тогда, когда ты печалишься о своих грехах. Тут надо очень четко понимать разницу. Если мы печалимся от того, что просто мы уронили свой авторитет в глазах окружающих людей, или что-то мы хотели совершить, что-то запланировали, и у нас что-то не получилось, то, скорее всего, это печаль не по Богу. А печаль по Богу – это печаль о своих грехах. Когда внутренняя горечь от того, что ты своими мыслями, в первую очередь, словами и поступками нарушил волю Божию, ты удалился от Бога, ты лишился Божьей благодати, ты своими поступками, делами и словами, что очень нередко, ты огорчил ближних, ты ближних ранил, ты ближних обидел. Если ты нанес какую-то душевную рану ближним, то осознание вот этого – это уже печаль по Богу. И как святой апостол Павел очень мудро говорит, что печаль по Богу рождает неизменное покаяние ко спасению. Святые отцы церкви говорят, что когда печаль от эгоизма, то есть от эгоизма, когда мы просто чувствуем, что уронили свой авторитет, это печаль неспасительная. А когда у нас внутри печаль от того, что мы от Бога удалились, его заповеди нарушили, то такая печаль неизменно внутри себя несет утешение. Потому что, вот как преподобный Паисий Святогорец говорил, «Когда ты печалишься о своих грехах, Господь ниспосылает в твою душу утешение». Любой человек, который хоть когда-нибудь в жизни по-настоящему каялся, сокрушался о своих поступках, например, человек, который в сознательном возрасте пришел к вере, и взглянув на свою прошлую жизнь до своего прихода к Богу, до своего прихода к Церкви Христовой, он с ужасом видит, насколько он душу свою изуродовал грехами. И вот это чувство раскаяния, горечи, когда он кается по-настоящему глубоко, то в его душу приходит божественное утешение. Вот так вот можно по такому критерию определить, твоя печаль по Богу или она от Бога удаляет. Еще одна очень важная характерная черта печали, которая не по Богу, они очень мудро говорит преподобный Паисий Святогорец. И здесь он акцентирует внимание, почему эта печаль появляется. Если вы видите человека, который испытывает сильный страх, огорчение, печаль, хотя у него все есть, то знайте, что у него нет Бога. Вот обратите внимание. Иной раз у человека все есть, у него в буквальном смысле слова не в переносном, а в буквальном дом, полная чаша, у него все есть, он ни в чем себя не отказывает. И в то же время он испытывает непонятную печаль, тоску, какой-то безотчетный страх, тревогу непонятно о чем, тревога за будущее, тревога за настоящее и так далее. Это значит, что у этого человека нет Бога. И далее преподобный Паисий дает очень важный практический совет. Тот, у кого все есть, и материальные блага, и здоровье, а он вместо того, чтобы благодарить Бога, выдвигает новые безумные требования, ворчит и ропщит, однозначно готовит себе место в аду. Человек, который знает, что такое благодарность, всем доволен. То есть человек благодарный Богу, даже за малое, и за большое, и за малое, вообще, который старается видеть благодеяние Божие, вот у него в сердце всегда мир. Человек думает о том, что Бог ему дает каждый день и радуется всему. Видите, благодарный человек, он на то смотрит, что Бог ему дает, и дает каждый день. Но если человек неблагодарный, он всем недоволен, ропщит по всякому поводу и мучается. Допустим, ему не нравится солнце, тогда начинает дуть холодный северный ветер и приносит холод. Не нравилось тебе солнце? Говорит преподобный Паисий. Вот теперь дрожи от холода. Не нравилось тебе, допустим, здоровье? Вот получаешь какую-то болезнь, как в разумлении. Я хочу сказать, пишет преподобный Паисий, что если мы не воспринимаем благо, которое нам дает Бог, и ропщим, то тогда приходят испытания, которые заставляют нас сжаться в комок. Я вам серьезно говорю, у кого такие замашки, кто постоянно ворчит, ропщит, пусть знает, что получит от Бога оплеуху, чтобы в этой жизни расплатиться хоть с частью своего долга. А если оплеухи не последует в этой жизни, то это еще хуже. Тогда ему придется одновременно за все расплачиваться в будущей жизни. Ропот входит в привычку, а потом за ропотом следует ропот, и за жалобой жалоба. Сеющий жалобы, жалобы и пожинает, и копит боязнь. Смотрите, какое мудрое наблюдение, дорогие друзья. Очень прошу всех, кто нас сейчас слушает, задумайтесь над этим. Это слова действительно мудрого человека. Я сейчас даже не свои слова вам говорю, а зачитываю. Сеющий жалобы, жалобы пожинает и копит боязнь. А сеющий словословие вкушает божественную радость и благословение вовеки. Ропотник, ропотник – тот человек, привыкший роптать. Сколько бы Бог не давал ему благословений, он их не чувствует. Поэтому благодать Божий отходит от него, и приходит искушение. Искушение следует за ним по пятам, и все у него через пень-колоду. А благодарного человека Бог сам преследует своими дарами. Неблагодарность – большой грех, который осудил сам Христос. И далее преподобный Паисий приводит вот это известное евангельское событие, как Господь Иисус Христос 10 встретил его прокаженных, страждущих людей. Они кричали, сыны Давидов, помилуй нас. Господь повелел им пойти и показаться священником. Они пошли и увидели, что они очистились, но только один из десяти, с чем нужно вернуться, пасть к ногам и его и поблагодарить. И причем это был самарянин. Поэтому вот как бы краткий такой вывод из всего сказанного выше, дорогие друзья. Словословие рождает словословие. Кто словословит Бога и благодарит, Бог преследует того человека своими благодеяниями, своими дарами. А ропотник, кто ропщит и жалуется, он как бы сеет все больше и больше ропота, и ропот пожинает. Так что вывод очень простой. Нам надо постараться научиться благодарить Бога за то, что есть. А Господь нам много дает благодеяний, дорогие друзья. Это правда. Научиться видеть те благодеяния Божьи, которые у тебя есть, и которые Господь тебе дает каждый день. Научиться за них благодарить Бога, и тогда благодеяния Божьи ты будешь видеть все больше и больше. А кто ропщит, то только копит печаль, уныние, и ропот, и искушение будут преследовать его всю жизнь. Постараемся об этом запомнить. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.